Добрый день, уважаемые подписчики! Меня некоторое время не было, не было выпусков новых видео. Я был не в стране, отдыхал, вернулся и теперь с радостью активнее буду с вами делиться актуальной юридической информацией в сфере недвижимости. А пока вы меня можете поддержать лайком или дизлайком, если вам не нравится, о чем я говорю. Я обязательно приму и учту в будущем, какую информацию вам давать. Ну и, конечно же, подпишитесь на мой канал. Чем больше вас будет, тем активнее я буду делать для вас новую информацию. Ну а сейчас к теме. Поехали! Должен ли я платить за вывоз мусора? Очень актуальная тема. Должны ли вы платить за вывоз мусора, если являетесь собственником квартиры, но не прописаны и не проживаете в ней? И вы платите за мусор по месту прописки в другой квартире? В статье ЖК, номер 30, в пункте 3 сказано, что на собственника жилого помещения возложена обязанность по содержанию не только собственной квартиры, но и общедомового имущества в многоквартирном доме. Согласно пункту 52, правил от 06.05.2011 года, 354, объем коммунальных услуг рассчитывается от количества собственников жилого помещения. В случае, если в данном помещении нет зарегистрированных лиц. Это же и касается относительно платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Или, попросту говоря, мусора. Вывоз мусора рассчитывается поголовно, при наличии постоянно или временно проживающих в нем, имеющих регистрацию по данному адресу, или же не имеющих, но проживающих более 5 дней. И, подушно, от количества собственников. Если нет незарегистрированных и непроживающих, под пунктом D, пункта 148, предусмотрена возможность перерасчета оплаты за получение услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае временного отсутствия потребителя. Временно отсутствующим считается лицо, которое не проживало в помещении более 5 дней. Для того, чтобы был произведен перерасчет, необходимо обратиться к оператору и предоставить документы, подтверждающие, что в указанный период времени вы физически находились вне места проживания. Такими документами могут быть отметка за грамм паспорта о пересечении границы, временная регистрация по другому месту жительства, справка от председателя садового товарищества, если вы, к примеру, безвылазно все лето жили на даче, справка от врача, если находились в лечебном заведении и так далее. Документы подаются либо непосредственно в адрес оператора, если договор был заключен напрямую, либо через управляющую компанию, если она выступила посредником между тем, кто предоставляет услугу по вывозу мусора и ее потребителями. Пунктом 148 предусмотрим вариант, когда в жилом помещении нет проживающих лиц. В этом случае расчет происходит от количества собственника жилого помещения. При этом тот факт, что вы оплачиваете вывоз мусора в другом месте, не играет никакой роли. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok